Богородицы, Дева радуйся, Богородицы, Дева радуйся, благодатная Мария, Господь, с тобою благословена ты, женах, И благословен плод, чрева твоего, яко спаса, родила исти, душа. Каждый год 22 июля в селе Колосское Можайского городского округа на границе Московской и Смоленской областей совершается крестный ход с величайшей святыней Подмосковья Колческой иконой Пресвятой Богородицы. Эта икона на протяжении многих веков до революции 1917 года почиталась верующими людьми наравне с такими известными образами Божьей Матери, как Казанская икона и Владимирская. Колческая икона была первой и близко явленной к Москве. Царь Илон Грозный, собираясь в 1563 году в поход для покорения Полоцка, в числе других святынь брал с собой и Колческую икону. Ее список размещался в Успенском соборе Московского Кремля. Иконе поклонялись великие князья. Жители многочисленных сел и деревень прибегали с усердной молитвой к Богородице, прося у нее помощи в своих делах и утешения в душевных скорбях, а также исцеления от болезней. Во время эпидемии Холеры чудотворную колческую икону Божьей Матери носили крестным ходом по деревням и селам. В память об этом, например, в храме святого мученика Андрея Стратилата в селе Андреевское под Можайском был освящен предел в честь колческой иконы Божьей Матери. В 19 веке была большая эпидемия Холеры. Тогда жители решили позвать монахов с чудотворной иконой колческой. Все жители приложились, и произошло чудо, что все исцелились. Тогда стало решением таким, что построить трехпрестольный храм с престолом в честь колческой иконы Божьей Матери. Это единственный сейчас храм во всем мире, в котором есть предел в честь этой чудотворной иконы. Явление чудотворных икон с древних времен воспринимается православными христианами как особый Божий знак и милость. Так, по преданию, накануне Куликовской битвы великому князю Дмитрию Донскому на территории современного города Дзержинский явилась икона святителя Николая Чудотворца. Одержав победу, Дмитрий Донской по обету построил на месте явления Николу Грешский монастырь. В 1383 году над озером в городе Тихвин явилась икона Божьей Матери, которую, как свидетельствуют летописцы, неведомые силы переносила по воздуху. На месте остановки иконы был построен Тихвинский Богородица-Успенский мужской монастырь. 21 июля по новому стилю 1579 года для утешения и вразумления народа после страшнейшего пожара в городе Казани была чудесным образом явлена Казанская икона Богородицы. Эта икона исцеляла болящих, вдохновляла русскую рать в смутное время. Перед ней молился Петр I, а в 1812 году Михаил Кутузов. Для утверждения православной веры чудесным образом была явлена и икона под Можайском в местечке у реки Колыч. Бедный крестьянин по имени Лука неожиданно усмотрел на дереве в лесу икону Богородицы с младенцем на руках. По сторонам на боковых створках были изображены святитель Николай и пророк Илья. В 1413 году это время было непростым для Руси. Это были и междоусобные войны между князьями русскими. Знаете, это история, что преподобный Сергий Ратова за объединение князей. Слово возвышения московского княжества. А с запада насаждалось унятство. Вяземское соседнее княжество было уже под унятами. И вот явление на рубеже между московским княжеством и смоленским, этой иконы, на створках которой были изображены поборники такого богопочитания истинного Илья Пророк в Ветхом Завете и святитель Николай в Новом Завете, оно воспринималось как великое знамение. В день обретения Колычской иконы совершилось первое чудо. Парализованный родственник, лежавший в доме земледельца Луки, приложившись с молитвой к иконе, неожиданно выздоровел. Весть об удивительном случае мгновенно разнеслась по округе. К иконе отовсюду стали стекаться люди, страдающие различными недугами и исцелялись. Благочестивый князь Андрей Можайский, сын святого Дмитрия Донского, также пожелавший видеть икону, сам вместе с духовенством и боярами крестным ходом встречал икону. Люди во множестве исцелявшиеся благодарили Матерь Божию и приносили Луке большие пожертвования, благодарность. И он построил часовню, в которую поместил впоследствии эту икону. Ну а так как денег, видимо, было большое множество, он отстроил и себе хоромы не хуже княжеских. И Луков постелло такое искушение, что он даже бесчинства какие-то стал допускать. Завел соколину охоту, то есть это было привилегией князей, и даже какие-то там требованиям стал выдвигать. И вот однажды Луков поймали медведя. Выпущенный из клетки медведь напал на самого Луку. И так его истерзал, что его едва удалось отбить. Узнав об этом, князь Андрей сам к нему приехал, хотя до этого он не раз Луку вразумлял. Лука все... и спросил прощения у князя, отдал все, что у него оставалось князю в распоряжении. Князь выделил здесь земли и построил монастырь. Первым насельником Колоческого мужского монастыря, по преданию, стал раскаившийся Лука. В тихой обители он проводил оставшуюся жизнь в молитве и покаянии. По желанию князя Можайского Андрея Дмитриевича, был построен соборный пятиглавый каменный храм в честь Успения Божией Матери. Постепенно расширяясь, монастырь стал знаменитым и богатым. Отмечалось значительное число монашествующих. В 1609 году службы проходили уже в трех храмах. Успения Пресвятой Богородицы с пределом святителя Николая Чудотворца, Богоявленской церкви и в церкови святителя Алексея Митрополита Московского под Колокольней. Настоятели игумены имели авторитет в обществе, распространяли свое влияние на государственные дела. Однако древние стены монастыря помнят не только лучшие времена. Он находится на Смоленской дороге, в то время единственной связующей Москву с Западом, а потому все нашествия неприятеля проходили через святой обитель. Монастырь неоднократно оказывался в эпицентре военных действий. В смутное время он пострадал от польско-литовских интервентов. В дни Отечественной войны 1812 года был осквернен и разграблен французской армией. Первым принял на себя военные действия Бородинского сражения. Здесь была штаб-квартира Кутузова, когда Михаил Илларионович приехал на Бородинское поле и осматривал местность. Он как раз таки остановился на территории Колокольского монастыря. Со своими офицерами они обсуждали ход предстоящего Бородинского сражения. Но так как вся местность испещрена речушками, оврагами, то при возможном отхождении были бы большие потери для нашей армии. Вырабатывали такой план, что отвезти войска туда, где сейчас находится Спасо-Бородинский монастырь. В срочном порядке были укрепления сооружены от села Бородино до станции Бородино. Когда авангард французов подходил к Колокольскому монастырю, арьер-гард русских войск казаки вступили в первые столкновения у стен монастыря. Здесь произошли первые бои. При взятии села Колотского монастырь перешел в руки французов. Теперь уже неприятель расположил здесь свой штаб. С высокой колокольни, как повествует летопись, Наполеон осматривал место сражения. Французы разместили в стенах обители госпиталь для раненых в Бородинском сражении. Умерших от ран солдат хоронили здесь же, на территории монастыря. Сильно пострадали монастырские здания в годы Великой Отечественной войны. Часть была разрушена взрывами снарядов, другая повреждена во время оккупации немцами. В феврале 1942 года в Успенском соборе расположился передвижной военный госпиталь. Как память об этом на территории монастыря осталось братское кладбище погибших воинов. Здесь во время Великой Отечественной войны, когда находился госпиталь, хоронили тех, кто умирал от ранений, а также похоронены те, кто погиб. Пашелон сошел с рельсов, новобранцев, которые ехали на войну, молодые ребята, все похоронены здесь. В годы войны село Колодское было полностью уничтожено. Местные жители, которые чудом остались в живых, разместились в уцелевших монастырских зданиях и полуразрушенных башнях. Потом здесь располагались школы, больницы, в братских корпусах даже родильное отделение. Как монастырь, святая обитель была упразднена в 1918 году. Однако, несмотря на лютые годы гонения на церковь, Пресвятая Богородица не оставляла свой удел и неоднократно являла чудесную помощь. После военные годы больница, которая находилась в одном из корпусов монастыря, возглавляла врач Августа Павловна. Она была врачом от Бога, и терапевтом, и детским врачом, и акушером-гинекологом. И вот однажды привезли девушку с ощущенной рукой. Она наскоро пришила ей эту отрезанную руку, перебинтовала и в гипс положила. Надежды на то, что рука прирастет, конечно, было мало. Она была глубоко верующим человеком. Она стала молиться Божией Матери, Господу упования, все возложив на их помощь. И буквально недели через две пальцы стали светлеть, а через месяц, когда сняли гипс, то есть рука прирослась. В конце 60-х годов ансамбль Колочского монастыря был поставлен под охрану государством. Начались реставрационные работы. В 80-х он перешел на баланс Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Как монастырь, Колоческий обитель стала возрождаться в 1993 году. Сначала в качестве подворья Спаса Бородинского монастыря, а в 1997 году была преобразована в самостоятельный Успенский Колский монастырь. Обитель уже стала женской. Я до этого служил в городе Руза. Направлено сюда был 30 октября 1997 года. Здесь, в принципе, были руины. Этот предел в честь Успения Божьей Матери, он вообще был перекрыт. Арка была закрыта кирпичами. В алтаре он стоял долго без крыши, там текла вода. Сначала мы хотели как бы укрепить свод алтаря, но впоследствии он обрушился и пришлось заново его восстанавливать. Игуменья Спаса Бородинского монастыря на тот момент являлась Игумня Серафима Исаева. Когда уже монастырь открыли здесь самостоятельный, здесь была первой матушкой-настоятельницей, ее сестра Игумня Таисия Исаева. Вот я была одной из первых насильниц монастыря. При мне это все начиналось. Когда я первоначально сюда приехала, 1995 год, был май, все было в сирене. Ощущение было какого-то необыкновенного присутствия в благодати Божией. Машка Таисия даже почему-то нам, сестрам, говорила, тут как в Дивееве. Там она сама являлась Матерью Божией, а здесь вот ее образ явился. Действительно ощущается покровительство Матери Божией. За годы Возрождения сестрам удалось благоустроить монастырскую территорию, оборудовать домовую церковь во имя преподобной мученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны, отреставрировать Успенский храм с двумя пределами, колокольню, возвести деревянную надкладезную часовню на святом источнике, который забил на месте явление чудотворной колодской иконы в XV веке. Сестры ведут свое хозяйство, трудятся на швейном производстве, занимаются миссионерской и катехизаторской деятельностью, участвуют в богослужениях, ежедневно совершают крестный ход вокруг святой обители, поют акафист при святой Богородице перед списком с чудотворной колодской иконы. Первообраз в 70-х годах прошлого века был утрачен. Сегодня в обители больше 10 старинных списков чудотворной колодской иконы. Люди, узнавая о возрождении монастыря, возвращают и передают святыне, которые все эти годы бережно хранились в их семьях. В XVII веке икона была поновлена, и помимо пророка Ильи и святителя Николая Чудотворца, рядом с Богородицей стали изображаться Иоанн Предтеча, Симеон Богоприимец, Василий Великий и другие святые. В монастыре имеются частицы мощей святителя Николая Чудотворца, преподобных Сергий Радонежского и Серафима Саровского, святых отцов Киллопечерских, старцев Оптинских и Глинских, преподобного Гавриила Ургебадзе и многих других угодников Божьих. Люди, прибегая с живой верой и горячей молитвой к помощи святых, всегда бывают услышанными и утешенными. Был такой случай, мужчина сам военный, у него погиб единственный сын, и он с горя запил, год отри, наверное, пил, его уже хотели уволить. И вот он приехал на дачу, где его встретила наша прихожанка, она работала старшей медсестрой в Иваровской больнице, и посоветовала поехать помолиться перед колоческой иконой. И он сказал, говорит, вы знаете, я постояла около иконы, в меня как будто какая-то сила вошла, я перестал пить. И мало того, я поняла, что есть Бог и Матерь Божия, которые помогают. То есть до этого он никогда не обращался к Богу, не ходил в храм, чудо, обретение веры даже у человека. Неоднократно случаи совершаются, когда бездетные родители прибегают с молитвой к иконе, молятся, у них рождаются детки. Сегодня Успенский Коулский монастырь, как и многие обители Подмосковья и страны, переживают период расцвета и строительства. Сестры-прихожане с оптимизмом смотрят в будущее. Планируют закончить роспись Успенского собора, завершить ремонт келейных корпусов, создать православную гимназию наподобие церковно-приходской школы, которая существовала до революции. Монахини в первую очередь надеются не столько на свои силы, сколько полагаются на помощь Пресвятой Богородице. На протяжении многих веков Божья Матерь посредством своего чудесно явленного колодского образа хранила московскую землю и укрепляла народ во время посягательства неприятеля на западноможайском рубеже. И сегодня она по-прежнему защищает своим покровом и проявляет особую материнскую заботу о людях, чтобы мужались, укреплялись и твердо стояли в православной вере. Вере, которой спасались наши предки, которую жила Святая Русь. Слава Отцу Сыну и Святому Духу и ныне, в весной, в веки веков. Аминь. Святый Боже, святые плитки, святый бед смертный, помилой нас. Святая Роджиева Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.